вот смотрите что я делаю и офигевайте мы сейчас в одной из самых старых по слухам чебуречных сочин и вот здесь вот пробуем чебуреки с мясом если честно не очень вкусные и как бы ну я не боюсь есть чебуреки в таких вот особых местах вообще меня есть родители так практически все детство кормили и вам ничего жива-здорова хочу супчик здесь такой наваристый на говядинке у айна она тоже очень вкусный короче пробуем а потом я вам покажу вывеску этого заведения чебуреки реально очень вкусные воспоминания детства нахлынули в принципе готовят очень хорошо недорого и как бы у них еще и статус такой одного из самых старых заведений как я прочитала это самое старое чебуречное в городе поэтому я бы вам рекомендовала ее пожалуй здесь реально вкусный и прикольный если хочется такой дух старины всем доброе утро сегодня мы отправляемся в поход по тисо-самшитовой рощи я так думаю что мы возьмем большое кольцо плюс еще спуск или подъем я не знаю что там к чертовым воротам в общем постараемся максимально подробно показать самое красивое что будет на пути еще только туалет а уже офигеть как красиво а вот здесь вероятно должна была быть горная река она как бы есть но очень скучно уже зато зато стоит жара прям как летом надо было идти сюда это река хоста и и и Слушайте, ну пока, по моим ощущениям, это, наверное, самое красивое место в Сочи, потому что тут просто нереальная природа. Мой вам совет, не лезьте на этот дурацкий шатающийся мост и вообще не тратьте время, сидя на том пляже, пытаясь что-то там сфоткать, не снять видео. Здесь по дороге обратно будет еще куча шикарных мест, где реально можно снять любые красивые виды, без кучи народа и без вот этой вот дурацкой распиаренности далеко не самых классных мест. В принципе, водичка хорошая, прохладная, но прикольная. Был бы купальник, я бы искупалась. А у нас тут привал. Что могу сказать, место, конечно, безумно красивое. А чего стоит этот цвет воды? Мне кажется, я даже в море такого давно не видела. Вот посмотрите, он прям какой-то насыщенный бирюзовый. В общем, тут божественно. Единственные моменты, как обычно. Ни в коем случае не идите сюда в праздники, как мы в Майске. У нас просто вариантов не особо много. Но это будут толпы народу, естественно, с российским менталитетом, которые будут, я не знаю, там, дышать вам в затылок, кашлять вам в харю. Все в лучших традициях. Поэтому идите, когда народу тут нет. Второй момент. Лучше идти все-таки после дождей, потому что здесь вы видели вот эти вот, я вам показывала, сухие устья рек, когда там должна быть, а ее нет. Наверное, с водопадами это еще красивее. Поэтому, возможно, имеет смысл как раз-таки в апреле сюда. Вот, я правильно говорю. Будь здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Да, подъемчики тут, конечно, огонь. Жопка прокачается только так. Ой, такой мох, прям обожаю. Такой же он уютный. Субтитры сделал DimaTorzok Во, наконец-то. Первый водопад, который не пересох. Он по большому кругу. Сейчас он замкнется, и мы спустимся вниз. Ох, ребята, вы себе даже не представляете, как я жизнью рисковала сейчас ради этих кадров. Так что оцените, блин, пожалуйста. Ау! Это вот у меня ножичка сейчас соскользнула, да. И ножом тут проехаться, как нефиг делать. Маф пошел пить из родника. Ой, идея, конечно, не огонь. Учитывая, оп, вот именно поэтому и не огонь. Я сейчас когда лезла, тоже несколько раз. Чуть так не навернулась. Короче, ребята, вот посмотрите, как делает глупый дядя, и не делайте так. О, боже. Главное, найти точку опоры. Сейчас он там еще похоткает все. Я туда провалюсь, я пьянку и рвочкам. Не надо, я туда провалилась, и просто посадила. В общем, могу сказать, что сегодняшняя прогулка это что-то потрясающее. Наверное, это место можно по праву назвать достоянием сочей, потому что, если честно, ничего красивее я, наверное, здесь не видела. Единственное, что вот Розу Пик еще тоже к этому бы приписала. Это одна из таких фантастических вещей, аналогов которых особо не сыщешь. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, повторю, на случай, если было плохо слышно в прошлом видео, ход в пещеру очень сильно размыло, то есть ручей пошел не под предполагаемым русло совершенно по-другому, которое ему больше нравилось. Поэтому сейчас там очень скользкая длина, и лезть туда лучше не надо. Ну, то есть это все индивидуально, конечно, оценивается в зависимости от погоды. Но забавно то, что ты не знаешь. То есть вроде для того, чтобы были горные реки и водопады, надо, чтобы было сыро, а чтобы залезть в пещеру, надо сухо. Ну, в общем, нет тут универсальной погоды, в которую сюда лучше идти. Как приехали, смотрите по обстановке, по ситуации. Главное, не лезть туда, где реально выглядит опасно, потому что очень высокий шанс сломать себе что-нибудь и так далее. Ну, а ты расскажи, что тебе здесь больше всего понравилось? Река. Река? С костом? Зачинки, кафели. Например, вот сейчас на нас потихоньку капают кафель в горы. И что это значит? Тут мокро. Тихо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Медийный бар или медийное место? Я расскажу о плюсах и минусах того и другого После того, как мы уже несколько раз поели в каждом В общем, в медийном баре плохо всё Нету мест посадочных, как видите То есть столики тут народ, что называется, бронирует Приходит, просят, на их взгляд, того, кто скорее всего уйдёт в ближайшее время Продержать для них столик, там ставят какие-то свои вещи и идут заказывать После того, как закажешь, нужно будет ещё подождать Долго подождать, минут 20, полчаса, вот что-то около того После этого, если, допустим, стол ты не занял, ты будешь есть вот так вот на парапетике Сейчас покажу Да, как бы, как бомжи, меня лично это не особо смущает Потому что я люблю, в принципе, многие вещи делать как бомж Вот, поэтому, в принципе, всё привычно Но, как бы, ну такое Что у них ещё плохо? Ещё у них картошка невкусная Её слишком тонкую делают, картофель фри, который идёт в комплекте Он поэтому такой по вкусу Вот Ну, в общем, но Но Вот единственное, что у них безупречное, и я не могу этого отрицать Это мидии Во-первых, они все раскрытые Во-вторых, они все крупные И они тут нереально вкусные То есть вот именно сами мидии, за которыми ты приходишь Да, они тут гораздо вкуснее, чем в медийном месте Зато в медийном месте хорошо всё остальное Там и картошка вкусная, и заказ тебе сразу выдают И сухарики тебе там поливают сразу каким-то этим песто или какой-то такой фигнёй Ещё там есть буквально под боком шикарный пляж, где можно встречать рассвет, хотел сказать Ну, в принципе, рассвет, наверное, тоже можно встречать закат То есть там вот получается всё хорошо, кроме мидий Мидии там очень часто попадаются закрытые Вот Маву в прошлый раз Сколько тебе? 7 попалось, да, с закрытым? 7 Наташи, по-моему, 5 Да, когда мы там сидели вместе, мне, по-моему, 2 Ну, то есть, короче, они там есть, и это реально лотерея Сколько из них ты выкинешь Поэтому вот решайте сами Если вам хочется именно вкусных мидий пожрать Тогда мучайтесь вон в медийном баре, как мы сейчас Потому что Мав у нас гурма Вот, а если хочется именно с комфортом чисто посидеть, потусить, встретить закат Тогда лучше идите в медийное место Расположены они чётко на двух концах набережной Так что попробуйте, наверное, там и там И поймите, что вам больше нравится, как сделали мы Хотя мне, конечно, понравилось больше медийное место Но кого это волнует, да, солнышко? Да, прожди, только вода Все хорошо Продолжение следует... Продолжение следует...